Катенька и Петенька. Так раньше называли купюры, на которых изображены портреты Екатерины II и Петра I. Банкно там больше века, здесь хранятся их подлинники. Одна из любимых баннистами купюр – это Катенька. Она была модифицирована несколько раз и гуляла, между прочим, модификация, по крайней мере, 1912 года вплоть до 1917 года. В Петеньку, в общем-то, ей не пользовались как средством платежа, Петенькой пользовались как средством сбережения денег. То есть покупали 500 рублей один билет и хранили как в банке. Культурно о финансах рассказывают фойе Самарского отделения Банка России. Здесь открылась выставка, посвященная 250-летию российских бумажных денег. Специалисты отобрали исторические купюры, сделали с них снимки и оформили стенды. Два с половиной века назад первые бумажные деньги печатались на специальной бумаге. У них уже тогда были определенные признаки защиты. Водяной знак – один из наиболее старых, он используется и по сей день. Спустя 250 лет уровень защиты от подделки заметно повысился. Тем не менее, когда дело касается наличных денег, бдительность терять нельзя. И защитные признаки, которые позволяют отличить настоящие деньги от фальшивки, надо знать каждому. Особенно, когда речь идет о купюрах крупного номинала. Их подделывают чаще всего. Признаки можно проверить на просвет, то есть при наклоне банкноты и при увеличении или тактильно. Как правило, не менее трех защитных признаков в обязательном порядке нужно проверить. Информацию о защитных признаках банкнот можно найти на сайте Банка России. А можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением Банкноты Банка России. Если вы обнаружили купюры, в подлинности которой сомневаетесь, нужно сдать ее на экспертизу в подразделении любого банка, которое работает с наличными. В Центральном банке деньги не только начинают свою жизнь, но и заканчивают ее. Вот так выглядят купюры, которые изъяты из обращения. На специальном оборудовании они превращаются в мелкие кусочки. Здесь примерно полмиллиона рублей. Сегодня в Самарской области все большую популярность приобретают безналичные платежи. Несмотря на это, говорить о том, что современные бумажные деньги уйдут в историю, рано. Существуют консервативно настроенные люди, которые по разным причинам не готовы отказываться от наличных денег, переходить на полностью безналичные платежи. Поэтому в ближайшей перспективе, я думаю, говорить о прекращении обращения наличных денег не приходится. Познакомиться с экспозицией, посвященной истории российских денег, можно в банке до 4 марта. После этого выставка отправится по другим площадкам Самары. Мэриэл Чан, Василий Калдашов, События. Субтитры создавал DimaTorzok